Всех приветствую! В работе у меня Camry 3.5. Пробег порядка соточки. Машина очень аккуратная, приятная. Владелец за ней следит. Все делает по регламенту. Четко, красиво, молодец. У нас в Уфе погода теплая. На солнце иногда плюс 30. И вчера владелец заметил, что температура на автомобиле стала потихоньку расти на трассе. И неадекватно себя начал вести кондиционер. В общем, решили сделать небольшое вскрытие. Посмотреть, что у нас с радиаторами и при необходимости промыть. Процедура тут не совсем сложная. В принципе, все делается нормально. Снимаете поперечину. Вот таким вот образом у нас раскрываются радиаторы. И, как можно видеть, что за 100 тысяч пробега у нас присутствует на радиаторе загрязнение. Промывать я это дело буду все не снимая с автомобиля аккуратно. Как практика показала, можно эту процедуру сделать достаточно в щадящем режиме. И все это дело будет у нас работать. В общем, сейчас предварительно щеточкой пройдусь, уберу пыль, нанесу химию для мойки двигателя. И потом небольшим напором, домашним керхером, все это дело промою перпендикулярной струей, чтобы не повреждать соты. Все, в лайт-режиме радиаторы я промыл. Все достаточно чистенько, аккуратно. Хорошо получилось. Используем керхер, химию для мойки двигателя. И, в принципе, все отлично. Как лайт-промывка вполне дееспособное решение. Потому что на пробеге сотка снимать радиатор я как бы не вижу большого смысла. Особенно заниматься еще снятием кондиционерного радиатора. Потом фреон туда закачивать. Колечки там одноразовые надо будет покупать для демонтажа. То есть в лайт-режиме делается нормально, машина потом без проблем бегает. Если, конечно, уже случай тяжелый, когда там пробег 160-200 тысяч, все говном заросло. Ну, тогда без вариантов снимать, промывать. Но, кстати, такой момент, как практика показывает. Вот этот радиатор, он не загрязняется кондиционерный. Всю основную грязь принимает на себя радиатор охлаждения двигателем. Кондиционерный почти всегда чистый. Так на нем пыль присутствует, но он всегда пробивается нормально. Вкратце пробегусь по Camry 3.5 литра. 55-й кузов. Как таковая машина, в принципе, у Toyota получилась надежная. Каких-то косяков явных по ней нету. Вот за 100 тысяч километров пробега проточили передние диски колодки, поменяли это раз. И сейчас я поменял задние втулки. Это два. При том, при всем, что машина полностью в шумке. И чтобы нормально на ней передвигаться комфортно, владелец заднюю часть автомобиля приподнял проставками. Это к вопросу о том, что новая Camry, которую Toyota выпустила на российский рынок, занижена примерно на 2 сантиметра по дорожному просвету. И так машина низкая и свес такой достаточно большой. Так еще они ее сделали ниже. И ничем хорошим это не кончается. Это вот постоянная лабуда с бамперами. Поэтому я не знаю, что там Toyota в Цикуре в плане инженерных мыслей. Но я не сторонник занижать дорожный просвет на автомобилях, которые поставляются на российский рынок. То есть, как можно видеть, свес очень большой у машины. И новая Camry, получается, где-то 2 сантиметра вниз ушла. Она вообще по полу елозит. Печальное зрелище, я думаю, добрым словом инженеров, народ, владельцы не вспоминают. В остальном, в принципе, все. Больше вопросов по машине вообще не было. 100 тысяч пробега, конфета, машина, никаких вопросов. Ездит, ездит и ездит. Вовремя обслуживается. Никаких проблем. В общем, друзья, всем спасибо за внимание. Всем удачи.